Здравствуй, дорогой друг! Великая победа – незыблемое достижение нашего народа. Ценой жизни, страданий и потери целого поколения нам удалось одержать верх над врагом. Но ее наследникам, ныне живущему поколению, еще предстоит отстоять наследие победы. В преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне этой теме были посвящены рождественские образовательные чтения. Впервые благочеледческий этап этого церковно-общественного форума прошел в Богородске, собрав сотни неравнодушных людей. Церковно-общественный форум – как площадка для обсуждения актуальных проблем современности, возможность найти точки соприкосновения в решении важных вопросов, выступив единым фронтом с одной целью – сохранение памяти о Великой войне, жертве, которую принес наш народ, воспитание гордости за своих предков у подрастающего поколения и понимание ценности наследия Великой Победы. Чем дальше мы от тех страшных лет войны, тем память стирает какие-то моменты. И мы сейчас видим, что творится в мире. И как раз вот такие вот мероприятия, такие акции позволяют нам вспомнить, потому что как только начались кадры, страшные кадры, кадры первых дней войны, бомбежки голода в Санкт-Петербурге, вы сами обратили внимание, как тихо стало в зале. То есть каждый проникся этой болью. И мы должны как раз эту боль, так как мы, наши предки, были участниками этой Великой Победы, этой Великой войны, передалось молодому поколению. Передалось молодому поколению. Тогда это позволит сохранить вот эту нашу память, светлую память о тяжелых годах Великой Отечественной войне. Первый блин оказался никомом. Несмотря на то, что для Богородска рождественские образовательные чтения это весьма новое явление, зал районного дома культуры оказался полон. Форум собрал представителей администрации города, духовенства благочения, военнослужащих, воспитанников учебных заведений. Тема Великой Победы объединила всех. Это огромная радость для меня сегодня, что в городе Богородске, в Богородском районе, все-таки состоялись эти первые рождественские чтения, это их открытие. У нас запланирован достаточно большой план мероприятий, посвященный этим чтениям. Мы все имеем какие-то проблемы, которые нужно решать. В том числе и проблемы имеют и районы, и город, и наша страна. Только вместе, только сообща, за столом переговоров, мы сможем найти действенные пути решения. Церковно-общественный форум стал не только площадкой для обсуждения проблем, но и практического их решения. Фундаментом для начала новой плодотворной работы. В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Богородского благочения и Управления культуры администрации района. То, что сегодня мы подписали соглашение, да, официально сегодня, действительно, наверное, только приумножит ту работу, которую мы уже выполняем на протяжении многих-многих лет. Я буду только благодарна нашему благочению за то, что будет поддерживать наши инициативы, наши идеи. И мы совместно, конечно же, будем проводить ряд мероприятий у нас на Богородской земле. В Богородске уверены, церковно-общественный форум, рождественские образовательные чтения станут проводиться в благочине регулярно. Ведь только обсуждая проблемы, можно найти пути их решения. Быть мамой — это большая честь для каждой женщины. Быть мамой — особая ответственность за своего ребенка. Быть мамой — это великое счастье, дарованное Господом. Быть мамой — именно так назвали кризисный центр помощи семье и детям Нижегородской епархии. Он стал домом для десятков женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, местом, где помогают сберечь свое счастье. На днях в небольшом на уютном здании, затерявшемся среди вековых сосен, собрались друзья от центра «Быть мамой» — попечители и волонтеры, среди почетных гостей были руководитель медико-социального отдела епархии, пролетарей Михаил Сторонкин и благочинный Нижегородского округа, иерей Александр Гимаян. Детская телестудия «Посмотри со мной» не могла пропустить это интересное событие. Мы приехали к центру «Быть мамой», но мы приехали не с пустыми руками, а с подарками. И так мы приехали с непонятной железной штукой, но любая из мам, конечно, знает, что с ней нужно делать. Мы приехали с веселыми мыльными пузырями. И привезли нашу любовь и радушие. Сегодня в Центре помощи семье и детям «Быть мамой» живет 21 подопечный. Здесь им предоставляют комнату, питание, юридическую и психологическую помощь. Ну и, наверное, самое главное, сотрудники центра отдают своим подопечным частичку тепла и любви. Хорошо, что здесь и священник, и психолог. Мы пытаемся согреть их заботой, лаской, вниманием, чтобы не было отпечатка на судьбе ребенка. Чтобы он воспитывался в любви, в добре, чтобы был окружен заботой, лаской. Трудная жизненная ситуация и непреодолимое препятствие словосочетания, которые объединяют историю всех подопечных Центра. Но в организации «Быть мамой» говорят, все сложности остались за порогом Центра. Впереди только позитивный жизненный настрой и безграничное счастье. Счастье быть мамой. Этот Центр очень большую пользу приносит. И мы очень благодарны епархии и всем партнерам Центра, которые ему помогают, за то, что они делают не только благое, а такое духовное дело, собирая здесь и помогая обеспечить кров женщинам в трудной жизненной ситуации с маленькими ребятками. Но они делают еще и большое социальное дело, потому что в действительности эти женщины, наверное, попав в трудную ситуацию, могли бы отказаться от своих детей. Но, увидев руку помощи, увидев, что не все еще потеряно в жизни, и они обретают здесь и кровь, и помощь, и поддержку. Ну, столько несчастных людей в нашем мире, которым именно нужна вот эта вот внутренняя поддержка со стороны. Потому что сейчас молодежь, она немножко растеряна. Не знают, куда, как, ищутся очень много у них вопросов в голове, почему это со мной так происходит. А им надо помочь, приподняться, поддержать словом, делом, ну, как говорится, и помышлением тоже. Помощь, которую оказывают в Центре быть мамой, это та самая реальная социальная работа церкви. За годы своего существования здесь помогли сотням женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сделать правильный выбор и ощутить счастье материнства. Екатерина, маленькая, год и два, и Арина. Ну, Ариша сразу нашла друзей, то есть у нас сразу же появились друзья. Это Алексей, Захар, Алиса, они уже давно здесь проживают. Маленькая, как бы, год и два, но она, у нее есть любимая коменданта Николаевна. То есть она там прям вот видит ее, у нее сразу вау-вау, Николаевна пришла, все. Бабушка эта наша. Это моя жизнь, да, ради кого и ради чего я вообще живу сейчас. Спасибо этому месту, которое, ну, они, ну, это место не дало опустить мне руки в свое время, да, отказаться от своих детей. И я просто благодарю, огромное-огромное спасибо. Хорошо, что наша детская телестудия теперь в числе от друзей Центра «Быть мамой». Мы прониклись особой дружеской атмосферой этого места, увидели счастливые детские глаза, которые с любовью смотрят на своих мам. Оценили неповторимый вкус королевской ватрушки, которую для нас приготовили здесь. В этот, несомненно, важный день для всех, но в особенности для деток, мы не могли не подарить им подарки. Но мы хотим подарить не просто красивые книги с картинками и мыльные пузыри, с которыми будет весело поиграть один или два вечера. Мы хотим подарить им частичку души, которая будет символизировать наше стремление помочь этим прекрасным детям. Дом, где живет радость и детский смех. Центр помощи семье и детям, что в зеленом городе собрал своих друзей, чтобы показать всем и каждому это великое счастье быть мамой. Для улыбчивых детишек это возможность жить и познавать мир. А для женщин и девушек это чудесная возможность научиться быть любящей и заботливой матерью. И мы надеемся, что каждый, пришедший в этот центр, обретет здесь поддержку, счастье и семью.